По статистике, около 60% школьниц старше 14 лет, которые попадают в профильные стационары, уже живут половой жизнью. Как следствие, ранние беременности, гинекологические заболевания и психологические травмы. Все проблемы с репродуктивным здоровьем девочек во многом связаны, конечно, с тем, что у нас не укреплен институт семьи. И, конечно, очень важно поднимать вопросы охраны их здоровья, потому что это и будущее наше, и в том числе и будущее нашей демографической политики. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» участники «Круглого стола» под руководством Оксаны Пушкиной обсудили эту проблему. Детские гинекологи, представители комиссии по делам несовершеннолетних, общественные организации, священнослужители, вместе они попытались создать дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации. Мы подготовим программу, с которой дальше я пойду к губернатору Московской области. И мы будем, я буду предлагать сделать Московскую область пионером в этом смысле. В качестве уроков или факультативов социальной гигиены мы будем предлагать вот, собственно, эту программу. Парламентарий подчеркивает, детей необходимо просвещать, иначе всю информацию они получают из интернета, а она там далеко не всегда корректно изложена. Поэтому с детьми должны разговаривать профильные специалисты, врачи, психологи, священнослужители. Но здесь возникает вопрос этики, в какой именно форме доносить информацию школьникам. Один из предложенных форматов – ввести в школе дополнительные уроки социальной гигиены. На сегодняшней встрече, где присутствовали заинтересованные лица, мы должны, в общем-то, продумать, как эффективнее и результативнее, в общем-то, эту проблему решить в интересах несовершеннолетних. Программа будет направлена не только на детей, но и на родителей, поскольку даже взрослые не всегда в достаточной степени осведомлены об особенностях строения и развития организма. А говорить детям о ключевых моментах полового воспитания должны в первую очередь именно родители. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».